Однажды в нашем кабинете появился диск под названием «Битва экстрасенсов». Это была английская версия. Многие из нас вообще никто не знал, кто такие экстрасенсы. Мария Шайкевич произнесла фразу, которая мне очень запомнилась. Меня зовут Лоскутов Олег. В свое время я работал на телеканале ТНТ. Сначала ресерчером. Это человек, который работает в кастинг-группе. А потом уже редактором телепроекта «Битва экстрасенсов». И уже после телепроекта «Битва экстрасенсов» я работал менеджером по рекламе в компании «Волшебная сила». Это там, где работают экстрасенсы после участия в программе «Битва экстрасенсов». Писал для них статьи, их истории и так далее, и так далее. То есть продвижением несновидящих, которые работали в центре. В качестве редактора на «Битве экстрасенсов» я отработал три сезона. Так как в среднем этот сезон длится полгода, будем считать, что около двух лет именно на «Битве экстрасенсов». Моя деятельность на телеканале ТНТ началась в духе американской мечты. Это когда человек по улице шел-шел, и потом вдруг вот такой шанс выпал. Одна знакомая мне позвонила и сказала, знаешь, вот на телеканале ТНТ есть вакансия ресерчера, и там проводят собеседование. Я сказал, что я никогда не был связанным с телевидением, хотя у меня творческая профессия. Но я пошел попробовал. Я был на собеседовании, и через месяц меня пригласили работать на телеканал. Ресерчер – это человек, работающий в кастинг-группе. То есть, например, появляется новый телепроект, и на него нужно набрать, для участия в телепроекте, нужно набрать людей. Вот этот человек, ресерчер, он обзванивает желающих, тех, кто присылает свои резюме, знакомые, незнакомые люди. Ну, в общем, он беседует с теми, кто хочет участвовать в телепроекте. В 2007 году на телеканале ТНТ появилась программа «Битва экстрасенсов». И вот наша ресерчер-группа, она занималась тем, что приглашала на кастинги экстрасенсов. Сначала уже кастинг проходит, потом уже программа. И в тот момент, с 2007 года, я работал в этой кастинг-группе, которая приглашала на съемки, на собеседование людей, которые называют себя экстрасенсами. Мы с ними беседовали, они рассказывали, что могут, что не могут, как себя называют. Все это записывалось на видеокамеру, и уже как бы дальше просматривались эти люди, и попадали или не попадали в программу. И когда первая, например, десятка уже определилась, ну, я в этом не участвовал, в определении десятки, а когда уже первая десятка определилась из тех людей, которые кастинг-группа выбрала, вот тогда появился Кефир Продакшн, который занимался съемкой программы «Битва экстрасенсов». И вот уже в этот момент меня пригласили работать туда именно редактором испытаний. Как наша кастинг-группа стала участвовать в проекте «Битва экстрасенсов»? Однажды мы занимались совершенно другим проектом, набирали людей, беседовали с ними и все прочее. Однажды в нашем кабинете появился диск под названием «Битва экстрасенсов». Это была английская версия. Она шла на английском языке с русскими субтитрами. Нам сказали, вот садитесь, смотрите этот диск, вот нечто такое подобное мы должны сделать. Мы всей группой сели у телевизора, смотрели этот диск, эту программу. Что-то для нас было непонятное, незнакомое. Люди, которые называют себя экстрасенсами, проходят какие-то испытания, называют, судьи называют лучшими, худшими. Ну, то есть для нас абсолютно был новый проект, о котором раньше мы не слышали. Вначале я хочу пояснить, как вообще появлялись экстрасенсы на кастинг. Так как перед нами стояла задача найти на программу экстрасенсов, а многие из нас вообще никто не знал, кто такие экстрасенсы. Ну, что-то или слышали, или что-то. Ну, то есть никто с ними не сталкивался. Вот лично я, как приглашал людей на кастинг, я брал журнал 7 дней. На развороте были услуги гадалок, всяческих разных. Я обзванивал этих людей и говорил о том, что на телеканале ТНТ появляется новый проект под названием «Битва экстрасенсов». И вот не хотели ли вы поучаствовать в этом проекте, показать свои способности вот уже на более другом уровне. Но, к сожалению, в общем-то, очень большой процент людей отказывался. Потому что, я поясню почему. Потому что одно дело, когда ты по объявлению к тебе там за 500 рублей идут люди гадать, а другое дело, когда тебя будут показывать на всю страну. Это несколько другая ответственность. И, видимо, люди боялись этой ответственности и отказывались. То есть на первый сезон «Битвы экстрасенсов» было очень сложно собрать людей. Вот реально сложно. Мы звонили по магическим салонам, приглашали участников этих магических салонов на кастинге, звонили по объявлениям неких гадалок, ясновидящих, магов. Очень сложно было собрать людей на кастинг. И процесс, механизм был такой. Я вот беседовал с экстрасенсом, он мне рассказывал все. Я заполнял некую таблицу, где было написано там «Иванова Мария Ивановна называет себя экстрасенсом». Может читать мысли по ее словам, может читать мысли, двигать предметы, гадать на картах. И свою рекомендацию, что стоит посмотреть второй раз или больше не звонить. То есть, видно, что человек приходили, будем говорить, даже нездоровые люди. Это было сразу практически понятно. Которые думали, что они что-то умеют. То есть, на каждого экстрасенса была заведена некая таблица. Это типа фамилия, имя, отчество, что умеет, как себя называет. И наша рекомендация, грубо говоря, годен-негоден. В круг обязанностей в самом начале пути битвы экстрасенсов входил этот отбор, кастинг на битву экстрасенсов. С Марией Шайкевичей я познакомился уже в тот момент, когда образовался Кефир Продакшн. И началась непосредственная работа уже над испытаниями. В тот момент уже Мария Шайкевич пригласила меня на битву экстрасенсов. Уже в сам Продакшн на должность редактора испытаний. Мария Шайкевич на битве экстрасенсов, она продюсер. То есть, это человек, который ответственный за весь процесс. Непосредственно на съемках Мария Шайкевич не всегда принимала участие непосредственно на съемочной площадке. Но все обсуждения в редакторской испытании, детали испытаний, как это будет проходить, конечно же, все было при ней. И, естественно, я думаю, что даже если она не была непосредственно на съемочной площадке во время съемок, то никакой момент мимо нее не проходил. Когда сам процесс съемки битвы экстрасенсов уже был в самом разгаре, когда мы снимали испытания, когда был какой-то отклик телезрителей и так далее, вот в тот момент, видимо, уже понимая, что все пошло не так, как у английской версии, когда там вышло всего две серии, и все, на этом интерес к битве экстрасенсов пропал за границей. А у нас интерес, он с каждой серии нарастал, 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 как снежный ком. И уже, видимо, тогда, понимая, что за всем этим стоит, ну, что-то не совсем правильное, Мария Шайкевич произнесла фразу, которая мне очень запомнилась. Мы сидели все в редакторской, обсуждали очередное какое-то испытание. И вот тогда она произнесла такую фразу. «Гореть нам всем в аду за эту программу». Я думаю, что это была такая очень пророческая фраза. Я не знаю, насколько мы будем гореть в аду за эту программу. Но я одно хочу сказать, что, конечно же, те, кто работал на битве экстрасенсов, в чем-то мы были все ущемлены. Кто-то в личной жизни, кто-то еще в чем-то. Потому что, находясь с экстрасенсами 24 часа на съемочной площадке, а съемочный процесс длится очень долго, если на экране испытание идет 8 минут или 17 минут, то на съемки могли уйти и сутки. И поэтому, понятное дело, что практически все люди там были одинокие, неустроенные и так далее, и так далее. Мало у кого были семьи, которые бы соглашались все это терпеть. Конечно же, не только Мария Шайкевич, как главный продюсер, были начальниками на битве экстрасенсов в Кефире Продакшн, потому что еще был выпускающий шеф-редактор, это Ирина Сметанова, плюс Анна Девицкая, это креативный продюсер. То есть, конечно же, эти люди всегда присутствовали на съемках и всегда принимали самое непосредственное участие и в съемках, и в обсуждениях, и в построении съемочного плана. Ирина Сметанова – это выпускающий шеф-редактор. То есть, за ней было некое последнее слово. То есть, она отсматривала материал, и уже после этого он шел в эфир. Вообще в кастинг-группе работало много людей. То есть, я не могу сказать, что прям поименно и по пальцам пересчитать, но не менее пяти человек всегда было. А когда уже мы перешли работать непосредственно в Кефир Продакшн над съемками программы, то там всегда, в общем-то, было где-то четыре редактора, которые отвечали за подготовку испытаний, девушки, которые отвечали за чай-кофе и порядок на съемочной площадке. Ну и, соответственно, директор съемочной площадки, который отвечал вообще за съемочный процесс, за аппаратуру, за свет и так далее. Я хочу сказать, что на работе именно редактора по испытаниям редактора очень часто менялись. Я вот задержался на три сезона. То есть, я работал на трех сезонах. Передо мной, в общем, практически все менялись. Вот один сезон поработают и заменяли по разным причинам. То есть, тут причины я не могу сказать, по каким причинам кого-то оставляли работать дальше на сезоне, кого-то не оставляли. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok